Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня у нас реплейчик с Т7К, который сделал я. И скажу откровенно, мне как-то вот с удивлением приходится читать некоторые комментарии под моими видео, там где меня пытаются хейтить за то, что я показываю обзоры на коллекционные машины песочного левела, по поводу того, что я уделяю им внимание. Да, ребят, я не такой, как все ютюберы, не такой, как все авторы. И вы, те, кто пишут такие комментарии, просто привыкли к тому, что вам рассказывают, что жизнь кипит именно на 8 и на 10 левеле и приучают вас к тому, что именно вот это действительно есть норма, а все остальное этой нормой не является. Ребят, живите своим умом, своими размышлениями. Ну а сейчас я вам хочу показать бой, в котором я просто-таки на дурняк взял знак классности мастер и кратенько скажу, почему я считаю, что песочные машины, они должны быть в вашем ангаре. Дело в том, что в нашей игре довольно часто бывает такое, что вам необходимо сделать какие-то боевые задачи, связанные со знаками классности. Допустим, в клановых ивентах, допустим, просто ивенты от разработчиков, допустим, те же самые боевые задачи, касающиеся батл пассов ежемесячных. Так вот, ребят, хочется отметить, что именно песочные машины в таком случае действительно довольно-таки не кисло помогают. И помогают они именно тем, что на этом уровне взять знак классности крайне просто. Я наконец-то в этом бою проснулся, поехал воевать, ну а потихоньку буду продолжать рассказывать. Песочные машины, они имеют право на существование. И есть люди, которым нравятся песочные машины, есть коллекционеры. И именно для них я считаю, что вот такие вот коллекционные предметы в машине являются какой-то нормальной, адекватной ценностью. Ну вот, допустим, как для тех же самых ребят, которые просто обожают красивые танки и покупают себе камуфляжи, не жалеют на них голды. Есть же ребята более расчетливые, которые свою голду тратят на машины, на которых можно набивать средний урон, потому что их беспокоит их статистикам. Кто-то покупает себе машины, которые могут доставлять нормальное количество серебряных монет в вашу копилку после того, как бой заканчивается. Короче говоря, ребят, у каждого свои предпочтения. И казнить кого-то за то, что он твои предпочтения не разделяет, это не есть правильным. Я не могу сказать, что я прям фанат коллекционных машин, и я прям коллекционирую их. Но так или иначе, за время игры, а я играю в эту игру уже 8 лет, у меня накопилось порядка 70 коллекционных машин разного уровня и очень много песочных машин. Обратите внимание, что в данном бою пока каких-то существенных результатов я абсолютно не показываю. Но давайте представим себе ситуацию, что мне необходимо получить знак классности мастер для того, чтобы забрать какой-нибудь танки с какого-нибудь ивента. Или голдишкой какой-нибудь подзарядиться. И очень часто бывает такое, что ребята, игроки делают большую ошибку, пытаясь пройти такие ивенты, либо выполняя такие боевые задачи. У них сразу первая мысль, которая приходит в голову, на какой машине я смогу реально сделать себе какой-нибудь знак классности, а уж тем более знак классности мастер. И первые машины, которые приходят сразу в голову, это какие-то всеми признанные имбы, по типу Химеры, по типу Проджеты. Но стоит помнить, что то, что машина имбовая, то, что она пользуется популярностью в разрезе вопроса выполнения боевых задач каких-либо по знакам классности мастер, это только плохо. Это только хуже. Потому что чем популярнее машина, чем больше игроков ее катает, соответственно, тем выше будет планка для знака классности. И если на каком-нибудь танке, который не пользуется популярностью абсолютно, вы практически ничего не делая, как я, допустим, в этом бою, налегке, абсолютно не напрягаясь и не потея, получаете знак классности мастер, то на какой-нибудь машине, которая пользуется супер популярностью в игре, которая действительно может нагибать, Эта планка настолько высоко стоит, что вам еще необходимо трудиться и трудиться для того, чтобы эту планочку достичь, ну а уж тем более пересечь пороговое значение, ну и, соответственно, получить соответствующий знак классности. Как вы видите, я сделал уже три фрага, мог сейчас сделать четвертый, а в конце сделать и пятый, если бы в суматохе боя я не перепутал своего союзника со своим соперником. Таким образом, у меня в копилке было бы не четыре фрага, а пять. И да, ребят, я добираю недобитков, и сейчас вы посмотрите на результаты по урону в разрезе команды. У меня сейчас урона нанесено 535 единиц, когда я добираю этого товарища, добираю себе еще 43 и не дохожу до отметки даже в 600 единиц суммарного урона, нанесенного за бой. Но обратите внимание на то, что мне приносит по результатам данная абсолютно пустяковая и, я бы сказал, абсолютно ненапряжная победа. Как вы видите, я получаю вполне спокойно знак классности Мастер. Я получаю себе дополнительных медалек, которые меня, честно говоря, порой очень даже радуют. Ну и я в нашей команде, обратите внимание, не занимаю первое место существенным отрывом по урону. Я просто сделал 4 фрага, занял второе место в команде. И в целом, ребят, если бы мне сказали выполнять боевые задачи, связанные с получением знака классности, я бы однозначно делал это на машинах низких уровней, потому что там напрягаться не надо. А вот если вам совсем хочется заморочиться и вы считаете, что, допустим, тот же самый Т95Е6 это крутая машина и Супер Конкуайр тоже, я с этим абсолютно полностью согласен. Но посчитайте, кто играет на данных машинах и какие результаты на данных машинах ребята делают, соответственно, какую планку вам необходимо достичь для того, чтобы на них получить Мастера. Ну и когда у вас есть крайне мало времени на то, чтобы выполнить такие задачи, выбирайте все-таки себе песочные танки. А еще возвращайтесь на мой канал, я всегда буду вам рад. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok